Для студентов ДВФУ этот день начался с праздничной службы в честь их покровительницы. Многие на богослужении впервые. Настоятель храма Святой Татьяны, отец Максим, поведал историю мученицы. Многие считают ее ошибочно только покровительницей студенчества. Я скажу вам, что это не так. Она не только покровительница студенчества, она покровительница всей молодежи. Свой великий подвиг по современному летоисчислению Татьяна совершила 25 января 226 года от Рождества Христова. В те времена по одному лишь подозрению христианской вере человека подвергали пыткам, а в случае ее признания – смерти. Татьяну, которой было 25 лет, схватили и привели в храм языческого бога Аполлона. И, как и многих единоверцев, принуждали совершить жертвоприношение идолу. Но девушка с пламенной молитвой обратилась ко Христу, и земля поколебалась. Идол на глазах у изумленных жрецов разрушился, а часть храма обвалилась. Никакие страшные пытки, никакие страшные мучения, ни ласки, ни уговоры, ничто не смогло ее заставить отречься от ее любимого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Храм святой мученицы Татьяны во Владивостоке построили в 2000 году. Участие в его создании принимали студенты и преподаватели тогда еще Дальневосточного государственного технического университета. Позже к часовне пристроили алтарь. И в престольный праздник 25 января 2004 года в Татьянинском храме совершили первую божественную литургию. В храме-часовне хранится святыня. В ней частица святых мощей. Это Великая Святыня Церкви. Это из святыни, вдумайтесь в цифру, 1750 лет. Это частица правой руки святой мученицы Татьяны. В конце службы отец Максим еще раз поздравил студентов с праздником и подарил иконы святой мученицы Татьяны. Вы как студенты, как молодежь, это ваша небесная покровительница. Поэтому примите всегда в честь праздника. Подарки своим студентам подготовили и в Дальневосточном федеральном университете. Фестиваль мудрых игр, а также праздник с конкурсами, интерактивными площадками, выступлениями лучших творческих коллективов и регги-группы «Марлины». Хочу пожелать в первую очередь сдать сессию, потому что сейчас сессия идет. Ну, только на отлично, на хорошо. Да, желаю, чтобы сессию закрыли хорошо, да и быстрее домой уехали. Сдать хорошо экзамены, закрыть хорошо сессию, вернуться домой, обрадовать родителей. Студенты, дерзайте, ставьте цели, выполняйте и устройте карьеру, не проживайте жизнь просто впустую. Анна Бережная, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.